Всем привет! Вы перейдите в новости, а в студии Елизавета Газизянова. На протяжении нескольких недель на базе Казанского федерального университета студенты Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, обучающиеся по направлению туризм, проходили летнюю производственную практику. Поездка ребят стала возможной благодаря программе «Студ-туризм», разработанной Министерством науки и высшего образования России. Сотрудники Департамента по молодежной политике КФУ подготовили для ребят проектное задание, в рамках которого студенты, разделившись на мини-группы, должны составить трехдневный авторский туристический маршрут с учетом выбранной ими целевой аудитории – типичный студент, культурный студент и продвинутый студент. На установочной сессии практиканты получили представление о реализации программы «Студ-туризм» в КФУ, выбрали целевую аудиторию своего проекта и ознакомились с требованиями содержания туристического маршрута. Студенты Казанского федерального университета приглашаются к участию в конкурсе на присуждение специальной государственной стипендии Республики Татарстан. Кандидатами могут стать обучающиеся по очной форме обучения, начиная с третьего курса, достигшие отличных успехов в учебе, побед и призовых мест в научно-практических конференциях и предметных олимпиадах. Назначение вышеуказанной стипендии производится на один учебный год в размере 2780 рублей ежемесячно. Квота для студентов КФУ – 8 человек. Продолжаем рассказывать вам, дорогие абитуриенты, об институтах Казанского федерального университета. На очереди – Институт фундаментальной медицины и биологии. О том, где готовят профессионалов в медицинской области, сколько бюджетных мест представлено в институте и какие направления биологии можно изучить, расскажем далее. Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета из года в год готовит высококвалифицированных специалистов в сфере биомедицины, здравоохранения и биологии. В институте обучается порядка 5000 студентов. Это не только ребята из Российской Федерации, но и из ближнего и дальнего зарубежья. Здесь у студентов есть возможность учиться на всех ступенях высшего образования. Например, бакалавриат предлагает две программы подготовки – биолог и учитель биологии. Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского университета является одним из немногих учебных заведений, где предоставлен большой выбор программ специалитета. Здесь реализуется такое направление, как лечебное дело, стоматология, медицинская биохимия, фармация. Бюджетные места на специалитет также были выделены, однако стоматология подразумевает только контрактную форму обучения. Важно отметить, что помимо русскоязычных программ специалитет включает два англоязычных трека – это дженерал медицин и стоматология, которые тоже подразумевают контрактную форму обучения. Набор у нас в общей сложности, если говорить про бакалавриат, про специалитет, про который я вам говорил. Если вне бюджета совсем, то на первый курс у нас получается где-то по 800-900 человек. Да, так получается. Ну, считайте, 100 с лишним, так сказать, ну, 150 плюс только бюджетных по личфок, сколько плюс получается вне бюджета, контрольные цифры мы делали, плюс англоязычные программы. Вот. Ну, я не знаю, по контрольным цифрам приема, правда, мы ставили немного, мы ставили всего 600, но по опыту прошлых лет мы перебираем, потому что желающих намного больше, и люди просят, и люди хотят быть зачисленными. Поэтому здесь, ну, поживем, увидим. Следующая ступень высшего образования – магистратура. В Институте фундаментальной медицины этот уровень квалификации предлагается на двух основных направлениях. Биология, которая включает в себя 120 бюджетных мест, и здравоохранение. Выбирая одно из направлений магистратуры, студент вновь встает перед выбором – подбором подходящего профиля. Здесь их тоже большое количество. Например, генетика, биохимия, зоология, микробиология и многое другое. Когда дети поступают, ну, вернее, бывшие бакалавры, уже абитуриенты поступают, они по сути своей выбирают, по какому профилю они будут проходить эту магистратуру. Общее название – биология, но там есть вот такое подразделение. Плюс у нас еще есть, ведь кроме этого, чего нет в других институтах, у нас есть бакалаврят, у нас есть специалитет, у нас есть магистратура, у нас есть еще ординатура. Это подготовка кадров высшей квалификации уже для, получается, здравоохранения. Ординатура представлена 40 специальностями. Как отмечает директор Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов, ординаторская степень аккредитована фундаментальными направлениями здравоохранения. Однако Казанский федеральный университет всегда стремится к созданию актуальных и уникальных программ образования. Так в институте реализуется образовательный трек «Пластическая хирургия», который не преподается ни в одном другом ближайшем учебном учреждении. Там тоже мы имеем достаточно большой заказ, я имею в виду от государства, потому что практически, наверное, почти 90% мест, которые даются в бюджетную ординатуру, они все целевые. Конкурс там достаточно высокий. Ну и, наконец, еще, куда мы набираем, это 30 с лишним человек, 37, по-моему, в этом году. Это аспирантура еще. Аспирантура, причем по биологическим и медицинским специальностям. Отметим, что для поступления в Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета необходимо сдать такие предметы единого государственного экзамена, как химия, биология, русский язык. Также важно отметить, что у абитуриентов есть выбор между сдачей экзамена по химии и математике. Для ребят, которые не сдавали экзамены ЕГЭ, предусмотрены вступительные испытания. В них также могут принять участие абитуриенты, которые уже получили среднее профессиональное образование. Второй вариант внутренних экзаменов рассчитан на иностранных студентов. Он подразумевает два этапа. Сдача экзамена по биологии и русскому языку, а также собеседование по выявлению уровня профессиональной подготовки. Как отмечает Андрей Киясов, директор Института фундаментальной медицины и биологии, учиться в институте сложно, но если студент горит желанием к получению профессии, то он однозначно добьется своего. Сложно, если ты бездельник. Если ты не бездельник, из тебя получится хороший врач. А все условия для этого у нас есть. Сложно, если ты бездельник, из тебя никогда не получится биолога, ты не сможешь работать в лаборатории. Потому что ты никогда не научишься никакому скиллсу, который необходим для того, чтобы проводить какие-то реакции. То есть, если ты не бездельник, ты станешь специалистом. А главное, если у тебя в голове сидит, я хочу, я хочу, я хочу, я буду, и ты делаешь еще, не просто орешь. Тогда все получится. Отметим, что у студентов института есть возможность проходить практику в университетской клинике Казанского федерального университета. Помимо этого, в Институте фундаментальной медицины и биологии существует симуляционный центр, оснащенный современным оборудованием и созданный по прототипу больницы. Здесь смоделированы всевозможные ситуации, которые могут произойти со здоровьем пациента. Студенты имеют уникальную возможность практиковаться на тренажерах и оттачивать полученные знания на практике. У нас есть несколько видов практики. Первый вид практики – то, что касается биологов. И биологи проходят так называемую полевую практику. И для этой полевой практики у нас есть специальные базы. У нас есть ботанические социальные, у нас есть агробиостанции, у нас есть свияжская станция, даже на Белом море. Это вот они проходят такую полевую практику. Это на первых курсах, потом они все разбредаются по кафедрам и готовят свои курсовые и будущие дипломные работы. Это тоже практика, но практика уже в лаборатории. И, наконец, если говорить про медиков, у медиков нет практики только после первого курса. У медиков, так сказать, вот она начинается со второго курса, но это уже идет практика специализированная. Она будет медсестринская, до врачебной практики, еще что-то. Но до того, как медик, студент на эту практику пойдет, он должен сдать зачет. Этот зачет – это учебная практика в течение года. И все это проводится в симуляционном центре. То есть без этого никуда не деться. Если ты не умеешь что-то делать, тебя никогда к пациенту на практику не допустят. Если вы все же мечтаете связать свою жизнь с медициной, то получить диплом об образовании – это первая ступень. Самое главное – это сдать первичную аккредитацию, которая является допуском медицинского работника до пациента. Для получения допуска необходимо решить тестовые задания, а также сдать нормативы в станциях. Важно, что с 2019 года 100% студентов Института фундаментальной медицины и биологии сдают первичную аккредитацию, что является самым высоким показателем по России. Приходи, Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета ждет именно тебя. Адалина Абдрахманова, Тимур Ахметов. Универновости. Как стать хорошим собеседником? Как завоевать доверие и расположить к себе даже самого закрытого в общении человека? Как распознать ложь? О самых распространенных психологических трюках, которые помогут улучшить навыки в общении, расскажем прямо сейчас. Интернет переполняют статьи, видео и подкасты на тему психологии. Уже давно не секрет, что умение анализировать собеседника и выявлять его поведенческие привычки может во многом облегчить жизнь тем, для кого общение с большим количеством людей является частью повседневной жизни. Также важнейший навык, которым может обзавестись человек – научиться самоанализу, чтобы лучше понимать свои чувства, мысли и действия. Ясное дело, что психология – наука глубокая и требующая длительного изучения. Поверхностное знание не сделает вас экспертом, но может пригодиться в повседневной жизни. Таких рецептов универсальных не существует, но определенно лучше воспринимаются люди, которые смотрят на собеседника, не отворачивают взгляд, которые говорят достаточно спокойным голосом, не проявляя в голосе агрессии, например, или какой-то подавленности, желание уйти от контакта с ровным голосом. Говорят понятно, то есть не используют слов, выражений и сленга или каких-то научных терминов, которые непонятны собеседнику. Это неуважение, такое отстранение от собеседника, когда человек ведет себя так. Ну и люди, которые говорят конкретно. Выстраивание коммуникации чаще всего зависит от таких факторов, как обращение по имени, активное слушание, создание общих точек соприкосновения. Все они являются базовыми и во многом определяющими дальнейшее общение. Обращаясь к человеку по имени, важно сохранять баланс и не переборщить с повторениями, чтобы это не резало слух. Данный метод поможет сразу войти в круг доверия человека, потому что каждому из нас всегда приятно слышать собственное имя. При выстраивании диалога важно сохранять фокус на том, что говорит человек, задавать вопросы по теме, показывать эмпатию и понимание, вести диалог в активной и оживленной форме. При несогласии с точкой зрения собеседника важно не оспаривать ее, а согласиться с позицией оппонента, но также высказать и свое мнение. Еще одним важным умением является выявление общих тем и интересов. Они не только помогают оживить беседу, так как всегда находят отклик, но и подкрепляют доверительные отношения. Хорошо помогают приемы так называемого активного слушания, когда вы киваете, когда вам что-то говорят, показывая таким образом, что вы внимательно слушаете и понимаете, о чем идет речь. Ну и скорее вербальный прием хорошо помогает, когда вы кратко подытоживаете сказанное и задаете какой-то уточняющий вопрос. Правильно ли я понимаю, что для вас важно то-то и то-то, я бы хотел уточнить вот что. При выслушивании реплик собеседника одно из главных правил – сохранять зрительный контакт, показывая вовлеченность в беседу одобрительными кивками головы и фразами согласия. По взгляду можно многое понять о собеседнике, его настрой, заинтересованность теми, мысли и отношения к вам. Зрительный контакт помогает установить эмоциональную связь с другим человеком и выразить свое внимание. Это создает атмосферу доверия и уважения, что способствует более глубокому и эффективному общению. Если нужно расставить акценты или, наоборот, смягчить сказанное, также активно используют глазную мимику. Зрительный контакт – это показатель внимания. Когда вы на меня смотрите, я понимаю, что я сейчас важен для вас, и важно для вас то, что я говорю. Значит, вы внимательны ко мне. По крайней мере, я так предполагаю, если вы смотрите на меня. Правда, это палка о двух концах, потому что если зрительный контакт поддерживается в несоответствующей ситуации, например, в ситуации, где не предполагается тесного общения, в автобусе, например, или на улице, где люди просто встретились случайно, и слишком долго, например, поддерживается, то это может выглядеть как вызов, то есть это может вызывать негативные эмоции. Еще одним из основополагающих элементов общения является невербальное поведение. Порой язык тела говорит больше слов. Многие слышали о том, что важно следить за стопами собеседника. Ноги зачастую говорят о намерении уйти от диалога. Также скрещенные руки и ноги говорят о закрытости и нежелании общаться. Как же вести разговор с помощью тела? Есть известный метод, при котором нужно считать язык тела и манеры говорящего и непринужденно скопировать его. Правильные жесты помогают структурировать сказанное, а мимика усиливает эмоциональную окраску слов. Это может быть подстройка по движению, двигаться так же, как другой человек. Это может быть подстройка по речи, говорить быстрее, если он говорит быстро, или, наоборот, медленнее говорить, если так говорит ваш собеседник. Есть вариант подстройки по дыханию, когда вы наблюдаете за тем, как дышит человек. Все эти методы можно использовать отдельно, либо в совокупности. Главное – помнить о чувстве меры. Каждый из нас может стать прекрасным собеседником, для которого не будет проблем завести разговор и найти отклик в сердцах оппонентов. Но все начинается, в первую очередь, с внутренней уверенности, стойкости духа и открытости. Кристина Нырова, Кристина Отекина, Универ Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова